В то же время у себя на родине отечественных промышленников может ожидать очередное повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки. Цену хотят поднять почти на 23%. Металлурги, горники и химики утверждают, что это увеличит себестоимость их продукции. Кроме этого, рост тарифов забирают у предприятий деньги, которые могли бы пойти на модернизацию. За промышленников вступились депутаты оппозиционного блока. За последние три года уже несколько раз повышались тарифы на ЖД-перевозки. Это окончательно заберет у наших экспортеров деньги, которые могли бы пойти на повышение заработных плат, пойти на модернизацию предприятий. Нам необходимо эффективное антикризисное законодательство, антикоррупционное, антирейдерское. Необходимо заниматься нашей промышленностью, а не закупать все необходимое за границей. И сегодня Александр Вилкул сообщил о том, что его политсила намерена обратиться в Конституционный суд относительно нового закона об образовании, поскольку документ, по их мнению, противоречит гарантиям о соблюдении прав национальных меньшинств. Об этом оппозиционер заявил в Кривом Роге, где принял участие в фестивале искусств национально-культурных общин. Эти пещерные законы об образовании, которые запрещают учиться на родном языке, на том языке, на котором мать пела колыбельную, это то, что нас тянет назад. Сейчас мы подаем обращение в Конституционный суд. Эти законы, которые просто разъединяют общество, должны быть отменены. В Украине живут не только украинцы, и каждый народ должен прославлять свою нацию, и все должны об этом знать. И Азербайджаны, и Армении, и Грузии. Фестиваль искусств проходит в Кривом Роге уже в седьмой раз. В этом году он был особенно масштабен. Сначала участники прошли колонны по главному проспекту города, пронесли стометровые флаги Украины и Кривого Рога. А на одной из площадей гости праздника могли попробовать национальные блюда украинской, польской, армянской и турецкой кухни. Азербайджаны, и Грузии.